Пластиковые бутылки, жестяные банки и пачки от сигарет. Проще перечислить, чего здесь нет. Некогда Куяльницкая лечебница, собиравшая по 40 тысяч туристов ежегодно, просто погрязла в мусоре. Сейчас все же здесь появляются поодинокие туристы, но делать фото им приходится на фоне бытовых отходов. Куяльницкий Леоман – уникальный курорт, очень много туристов. И в этом году чрезвычайно много людей приезжает на Леоман отдыхать. Я когда возвращался с Леомана, ехал просто в переполненной маршрутке. И вправду, этим летом отдыхающих на Куяльнике куда больше, чем в прошлом. Кроме того, месяц назад в Леомане зафиксировали самый высокий уровень воды за последние 10 лет. Казалось бы, водоем начал возрождаться, но все эти достижения крайне нестабильны, говорят эксперты. Экологии Леомана наносят удары горы мусора, существующие здесь уже много лет. Мусор, я уже говорю, всевозможный мусор имеет, в том числе и токсические загрязнители. Вот мы видели и ртутные лампы, ну вот лампы дневного света, да, и разбитые кинескопы телевизоров. Это все загрязняет экосистему, лечебную рапу и грязи Леомана. Самые масштабные несанкционированные свалки оказались в Латовке, Ильинке и Августовке. Ближе всего к санаторию Куяльник находятся склоны Латовки. Именно их чаще всего видят туристы, когда приезжают оздоровляться. Из того, что мы здесь видим, преобладающими является пластик, который мог бы успешно переработан, использоваться дальше для производства того или иного продукта, уже не пищевых, конечно, пакетов там или еще, но в том числе и для производства пакетов для мусора. Ну, видно там кое-где остатки от лампочек, где-то я замечал остатки даже от ламп дневного света. То есть это в том числе и ртуть содержащие, которые должны быть утилизированы специальным способом, а вот так ни в коем случае не выбрасываться. Чем это грозит? Ну, это грозит тем, что данные загрязняющие вещества, в том числе и металлы, в частности ртуть, попадет в лиман. Эколог Олег Гриб провел эксперимент. Он отправил в облсовет запрос с требованием ликвидировать несанкционированные свалки на склонах Латовки около санатория Куяльник. Ответ чиновников удивил. Оказывается, в самом селе свалок не обнаружено, а склоны уже в компетенции Одесского горсовета. Государственная экологическая инспекция 18 июля выехала на это место, выявила там свалку мусора из бытовых и строительных отходов, установила, что эта территория относится к Одесскому городскому совету и отправила туда запрос, в котором указано, что городской совет должен принять меры по ликвидации этой мусорной свалки. Горы бытовых отходов гниют и во Вгустовке. Глава местного сельсовета утверждает, мусор везут из города грузовики по ночам. Местные жители говорят, утром еще ничего не было, все нормально. За ночь машины с города, в основном строительный мусор или такое, как производственные отходы, потому что видно остатки от каких-то машин, какие-то там жестянки, еще что-то там, какие-то обрезки, всякое производство, выезжают и прямо подъезжает машина к обрыву, разворачивается, сдает задним ходом и все это высыпает. Но исследователи Куяльников такую версию не верят. По их словам, слишком дорого и хлопотно заказывать грузовики для транспортировки мусора из Одессы, еще и разбивать их по местным дорогам. Могут машины приезжать, выгружать мусор, но это исключительно местных, может быть, из ближайших сел. Село по соседству загрязняет, вот своих соседей такое может быть. В августовке, во-первых, это дорого, есть ближе места в Одессе, где можно этот мусор скинуть, а во-вторых, подъезжает грузовик на территорию сельсовета, выгружает мусор, а сельсовет никак не реагирует. Это тоже, мягко говоря, странно. Тем более, что сельсовет отвечает за данную территорию, вот, Кудельницкого лимана. Я уже обращалась и в полицию, и в экологию, и прошу о помощи, потому что засыпает именно город. У нас на территории села нет такого производства. По словам главы сельсовета, громада не в силах круглосуточно выслеживать ночных правонарушителей. Приходится чистить территории своими силами, а навести полный порядок мешают оползни. Мы выясняем такие факты, притягиваем порушники до відповідальности, устраиваем сами субботники, убираем, ну, как можно там стараемся, чтобы навести порядок на этих схилах лиманов. Но там есть проблема, оползневая зона. Зайти туда, убрать, например, спуститься снизу, сверху вниз, нельзя, потому что людей на такую опасную работу мы тоже не можем спустить. Правонарушители, которые разрушают экосистему уникального лимана мусором, выходят из воды сухими. Где нет факта правонарушения, нет и ответственности. Загрязнять защитные зоны курорта сегодня можно безнаказанно. Экологи настаивают на необходимости круглосуточного патруля. Естественно, это нарушение законодательства, потому что это прибрежные защитные зоны, в том числе и возле лимана Куяльницкого, который является лечебным, и имеет зону строгой санитарной охраны, в которой, к сожалению, вот эти свалки и находятся. Помимо строительного мусора, на свалках Куяльника хватает и обычных бытовых отходов. Вероятно, бутылки и пакеты от молока сюда привозят не из города. Тогда проблема упирается в отсутствие налаженного механизма вывоза мусора из сел. И во Вгустовке, и в Элинке он якобы существует. Правда, с одним «но». Обходится такое удовольствие сельскому жителю в 120 гривен в месяц. Мусор вывозится раз в неделю регулярно, но за это нужно отдельно платить. И многие люди хотят экономить и не платят за вывоз мусора, а либо закапывают его, либо сбрасывают в балку, которая спускается к лиману, либо просто где-то на лимане, там есть незаконные песчаные карьеры, которые тоже местные жители выкапывают, эти карьеры засыпаются мусором. Решение проблемы заключается не в проведении большего количества субботников, а в искоренении причины загрязнения. Вероятно, ключ к решению – в организации областью доступного вывоза отходов. Ведь пока удобнее всего бросить мусор на склон, а до тех пор куяльник будет утопать не в туристах, а в свалках.